я рада приветствовать всех на своем канале и с вами анжелика это видео я хочу это видео я хочу посвятить своим стартом вот посмотрите сколько стартов у меня случилось целых четыре старта целых четыре девчонки и мальчишки я сама не планировала столько много начинать это как говорится рука сама потянулась и я сейчас более подробно остановлюсь на каждом наборе наверное давайте начнем с первого это чаривна мыть вот такой вот наборчик от чаривной мыть выполняется смешанной техники здесь будет присутствовать и бисер и ниточки я его уже вышиваю уже вышиваю понятное дело это у меня же случился старт хочу вам показать ниточки и здесь уже сразу меня и сразу покажу и бисер вот ниточки вот такие цвета судя по ниткам ну я сразу вы меня простите что я сразу так начинаю старт своего набора показывать ниточек вот такие вот цвета довольно таки насыщенные и как вы можете видеть уже довольно такие подхудевшая моя планшет очка потому что это уже полноценный ну и бисер бисер вот таких вот цветов мне самое главное его не потерять потому что еще дело у меня до бисера не дошло покажу вам старт что же у меня получилось на вышивать и вот посмотрите какая красота получается я просто немножко подвисаю потому что я через камеру вместе с вами любуюсь любуюсь этим процессом процесс на самом деле очень легкий как вы можете видеть сколько я продвинула но я здесь остановилась потому что я действительно им насытилась насытилась немножко думаю сделаю паузу но хотя очень легкий процесс очень легкий и вышивать одно удовольствие и с таким процессом можно стартануть и сразу финишировать посмотрите на мою булавочку и булавочку на мою магнитик на мой держатель иголочек этот магнитик с алиэкспресс это было действительно брошка на самом деле но муж мне убрал застежку я приклеила туда магнитик и получился такой прекрасный магнитик магнитик с алиэкспресс так и я же хочу вам показать обязательно схему как же мы не посмотрим схему здесь схема просто сказка я вышиваю по бумаге вышиваю по бумаге немножко вам покажу вот посмотрите читабельная яркая такая вырвиглазная но мне очень нравится я ее прекрасно воспринимаю прекрасно вышивается то есть глаза на я на ней не не ломаю и вышиваю в свое удовольствие каунт здесь крупный канва 14 каунта аида я не знаю аида здесь наверное бестекс но это я так по своим догадкам ну и ниточки наверное тоже бестекс потому что как не указано просто написано аида и нитки хлопок но я так думаю что это все бестекс ткани не стала менять хотя были мысли поменять на равномерку а потом я решила что в основном то все как бы зашивается все будет зашито ну по краям только будет открытая тканюшка но сама аида вот эти вот все клеточки меня не смущают даже знаете более как-то вот привлекает вышивать мне очень на ней удобно ткани я не жалуюсь вернее на саму аиду я не жалуюсь канва прекрасная все мне нравится вышивая в три ниточки в три ниточки и довольно таки нормально я просто иногда слышу девчонкам в три ниточки вышивать и не нравится нитки бывает ну бывает порой у кого же так не бывает чтобы нитки не путались у меня бывает тоже ниточки путаются но это дело такое не критичное все прекрасно распутывается и вся вышивка идет в основном три нитки хотя будут крестики и в одну нить и даже более того я вам скажу будут полукресты в одну нить ну и будет бисер в общем сюжет замечательный случился у меня такой старт я надеюсь в ближайшее время будет и финиш с этим процессом так как в меня все таки ждет впереди бисер и мне очень интересно и бисером повышевать поэтому я буду идти к финишу скоро 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 буду заканчивать я этот процесс но это мой старт вот видите сколько я вышила ну то есть этот процесс меня несколько дней не отпускал абсолютно не отпускал мне хотелось вышивать вышивать и вышивать и прирост был такой значительный потому что канва крупная крупного каунта ну и крест в три ниточки тоже как бы делает свое дело крестики получаются такие пухленькие в общем процесс интересный я рекомендую хотя я его иногда этот сюжет вот этот сюжет наблюдаю и у других фирм он тоже есть но я люблю герань герань мне очень нравится как в жизни у меня посажена герань на клумбе в вазонах ну и на сюжетах тоже мне очень нравится такой летний вкусный уютный теплый сюжет ну в общем я диком восторге с этим сюжетом далее вашему вниманию я хочу представить такой вот наборчик китайский наборчик с таким вот сэмплером такой маковый сэмплер кто оригинальный производитель этого сэмплера я вам не скажу я не знаю но я просто на али увидела вот этот сэмплер и он мне почему-то вот запал в душу мне его захотелось эти маки привлекли мое внимание ну и что-то стоил он копейки просто копейки и я просто не могла его не купить и я его купила только он ко мне пришел я сразу же распаковала и начала его вышивать вот ниточки ниточки хлопковые я не знаю как эти нитки называются может быть даже рассаж ну нитки классные ну и цветов цветов здесь восемь цветов на палеточке совсем немножечко совсем немножко капелька-капелька и вот мой старт что мне удалось повышевать посмотрите какая красота получается ткань я не поменяла не знаю почему тоже я думала заменить или не заменить ну потом в итоге я почему-то вот решила оставить в принципе я не жалуюсь я люблю аиду и ну наверное на равномерке он смотрелся бы этот сэмплер более побогаче что ли понежнее поделикатнее канва конечно же грубая ну как китайская канва 18 каунта я вышиваю 18 каунта но то что получается мне очень нравится девочки эти маки что-то я на маковой такой волне я смотрю в своих стартах у меня чего-то вот проскальзывают маки здесь черный цвет я решила заменить бисеринками вот посмотрите бисеринки ну я думаю вам видно четко вот как-то они украшают в общем очень будет красивый сюжет яркий напишите как вам вот посмотрите что должно в итоге получиться и вот что получается уже у меня это тоже на одном дыхании вышито я не знаю за за 2-3 дня наверное вышито ну и отложила летит конечно здесь процесс очень быстро ну что здесь очень все легко и просто и даже схемку вам покажу вот посмотрите какая схема ну что здесь вышивать раз-два и обчелся и у вас уже прекрасный результат получится очень классный процесс очень классный нигде не видела в отшивах чтобы кто-то вышивал такой сэмплер но он меня конечно просто поразил эти маки это вообще это просто чудо это просто чудо я не знаю я ну я в восторге вот этот вот старт такой старт это наверное все у меня такие старты полетели вот когда я вышивала свою материнскую любовь от джойсанды просто вышивала вышивала и наверное я перенасытилась тем сюжетом что мне срочно захотелось что-то стартовать и я пошла как говорится полетела во все тяжкие у меня видите не один старт случился а сразу четыре сразу четыре стартовать я очень люблю здесь меня конечно упрашивать долго не надо стартую я очень хорошо и быстро теперь бы это все закончить я надеюсь я закончу потому что сюжеты как вы видите у меня не сложные довольно таки простые очень простые ну и очень такие красивые красивые то есть от этих сюжетов я получаю удовольствие вот это вот такой у меня маковый старт следующий старт опять же джойсанды джойсанды хоть я и вышивала материнскую любовь опять же у меня джойсанды ну захотелось мне вышить и такой сюжет этот сюжет мне нравится очень давно очень давно я еще его давно хотела заказать но там у меня произошла ошибочка что-то я в артикле указала не те номера и пришел совсем другой набор вот и когда мне когда я зашла на али джойсанды предлагает такой же самый сюжет вот эти маки полевые ромашки гвоздички мне конечно захотелось попробовать тем более я здесь взяла шестнадцатый каунт на шестнадцатом каунте джойсанды я еще никогда не вышивала поэтому вот такая у меня будет проба пера я сразу вам покажу сколько у меня получилось стартовать вот вы видите сама работа небольшая небольшая и вот сколько мне удалось то есть повышевать вышивается легко нанесеночка что здесь в принципе сложного сложного нету ничего на шестнадцатый каунт конечно крестики получаются помельче поделикатнее вот такая вот получается работа сейчас на нее смотрю и мне опять хочется вышивать и возвращаться к этому сюжету вот нитки смотрите какие цвета насыщенные люблю я очень эти ниточки не знаю это схс но по ощущениям они как-то немножко вот как другие хотя джойсанды должны быть схс они мягенькие такие не знаю ну как-то вот мое ощущение что они какие-то немного другие по качеству вот даже не знаю что вам еще рассказать но в целом я думаю когда сюда еще подключится вот эти яркие цвета маков маков то получится конечно просто очень такой красивый летний сюжет ну и опять же с этими маками будет красота в общем долго я на нем останавливаться не буду вот такой очередной старт вот таких вот маков ромашек все вы знаете этот популярный сюжет довольно таки популярный ну и последний старт который у меня случился опять же это амишоп и это китайский набор амишоп вот такой вот сюжет раритетный который я никогда нигде ранее не встречала но сейчас я в инстаграм увидела девочку которая возит раритетные наборы под заказ она может привезти наверное все что угодно мне так кажется и я видела в продаже у нее тоже появился такой сюжет ну конечно он в разы дороже нежели амишоп вот ну захотелось захотелось вышить такой сюжет почему потому что я тоже у некоторых девочек ну даже не у некоторых а у одной я увидела она вышивает классно получается ну и почему бы нет тема интересная птицы вернее птичка много цветов и опять мы здесь видим маки здесь канву я тоже взяла шестнадцатого каунта ниточки ниточки рассаж здесь даже указывает на упаковке амишоп вкладывает ниточки рассаж вот такая вот длинная длинная нарезка нитки уже конечно неаккуратная потому что я вышиваю уже полным ходом вышиваю красота красивые ниточки две две палеточки с нитками вот одна такая вот видите темные светлые белые розовые в общем ниток довольно-таки много ниток довольно-таки много и наконец-то наконец-то сейчас покажу что же у меня выходит я же вышиваю ее вышиваю и что же у меня выходит вот вам сразу сразу на первый план выходят маки эту работу вы видите она помятая я ее вышиваю на руках я не пользуюсь сейчас пяльцами не знаю почему но что-то мне так вот сейчас хочется вышивать именно в два прокола два прокола и в принципе получается неплохо мне нравится крестики такие в принципе ровненькие ну не знаю почему-то я ленюсь наверное вышивать на пяльцах сейчас на данный момент мне почему-то вот так вот удобно вышивать именно в два прокола вышиваю пока я на одном листе стартанула с середины как вы можете видеть и сразу у меня тут я уперлась в полукрест пошли полукресты ну и как у Dimensions здесь есть и в пять сложений нитей и в четыре сложения нитей в общем такая вот история вышивается все как у Dimensions и схема тоже вот такая цветосимвольная как у Dimensions я вышиваю ничего не не отмечаю как вы можете видеть абсолютно то есть мне удобно в принципе все нормально читабельно все я ну вижу прекрасно все и вот такой вот результат получается я думаю в итоге будет все супер не знаю если с оригиналом сравнивать конечно и было бы интересно сравнить с оригиналом может быть где-то и будут какие-то расхождения по цветам потому что нитки Dimensions это нитки такие специфические и цвета подобрать конечно не всегда удается правильно так как Dimensions хочет передать но в целом в целом мне нравится мне нравится и вот старт такого процесса пока наслаждаюсь этим процессом вышиваю я четыре дня вот результат четырех дней и я вот подошиваю вот эти вот все моменты это у меня получается даже вот один лист я так подозреваю здесь наверное листов 9 схемы будет 9 листов схемы здесь будет бэкстич понятное дело здесь будут фрузелочки ну крест полукрест полукресты в разные сложения все как у Dimensions вот такой вот у меня следующий старт амишоп вот так вот девчонки закончу один набор начинаю три четыре вот как-то так почему-то я одним не ограничилась захотелось мне стартовать вот такие у меня будут летние старты и вот такое вот видео пишите понравилось вам или не понравилось какой набор вам больше понравился вы мне пишите подсказывайте и я буду прислушиваться и буду продвигать потому что вы конечно стимулируете когда мне пишут что вот нравится то-то-то сюжет вот девочка писала о материнской любви вот я ее конечно и желала быстрее конечно протолкнуть к финишу первую ее и вы мне пишите что бы вам хотелось увидеть в отшиве и конечно это для меня будет прекрасным стимулом для вышивки того или иного процесса вот ну и хочу вас поблагодарить за то что вы посмотрели мое видео и пожелать вам всего самого наилучшего творческих успехов вдохновения и прекрасного настроения до новых встреч пока пока